Запись идет. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Шестое занятие нашего курса «Иврит» в молитвах и Торе. Я посвящаю теме «Утренние благословения». Это те 15 благословений, которые читаются утром либо дома, либо по дороге в синагогу, либо в синагоге перед началом молитвы. В некоторых общинах принято, что их читают слух, в некоторых, что кто-то их читает, определенный человек, которому это поручено, и присутствующий отвечает «Амэйн». В других конгрегациях принято, что каждый читает эти благословения для себя и за себя. В Сидуре они есть. Как правило, они идут в самом начале на первых страницах Сидура. Вот вам ссылочка на благословение. Советую открыть. Ставлю в чат. Где я вижу чат? Я делаю демонстрацию экрана, верно? Вот на экране мы видим благословение, да? Да. Так. Мы с вами разобрали благословение «Альнатилат еда им на омовение рук», разобрали благословение «После туалета». Ашер Яцар. Вот. Значит, благословение «Элокайны шама» мы не разбирали. Благословение на Тору. И те отрывки из Торы устной и письменной, к которым относится это благословение, то есть которые принято читать, относя к ним благословение, мы тоже пока не разбирали. Вот. И мы не разобрали «Беркат Амазон». Это довольно большая и мощная тема. Вот. Сегодня мы начнем вот отсюда. Прежде всего хочу сказать, что в разных седурах порядок благословений и более того, некоторые слова в этих благословениях могут немного различаться. Поэтому, ну вот я нашел вот этот, скажем, вот этот экран, и вот по нему мы и будем двигаться. Итак, что такое благословение? Может быть, я уже давал вам определение, определение мое собственное. Благословение – это текст, текст, это формула, которое включает в себя слова «Барух Ата Ашем» – Благословенный Всевышний. Иногда мы добавляем «элухейну мэлхавлам», иногда «шевхедшанам мэлхавлам», иногда нет. Но все благословения содержат вот такую формулу либо в начале, либо в конце, либо и в начале, и в конце. В зависимости от этого, называются они, скажем, полными и полными, открытыми и закрытыми. И в форме вот этих вот благословений очень многие наши молитвы составлены. К примеру, самая главная молитва, которая называется «Амеда», которая входит во все обязательные службы ежедневные, субботние и праздничные, и будничные. Вот, значит, молитва «Амеда» состоит исключительно вот из благословений. В том тексте, который мы читаем в будние дни, их 19, в субботы и праздники их 7, ну, есть еще один, еще одна цифра, на которой сейчас останавливаться не буду. Итак, что означает слово «барух» – «благословен». Какой корень здесь? Корень «бет-рэш-хаф». Этот корень реализуется, на самом деле, в беньяне «пи-эль». Я очень вас прошу, поскольку люди каждый раз могут приходить новые, и я не знаю их уровня в иврите, если что-то непонятно, сразу меня останавливайте, задавайте вопрос, желательно включайте микрофон и озвучивайте, так я сразу замечу. Если вы что-то пишете в чате, я это тоже нахожу, но через некоторое время я периодически чат проверяю. Итак, «барух» – «барух» – вот оно, это слово, да. Значит, корень здесь, как стандартно, он состоит из трех букв, как все стандартные корни. Вот, что означает корень «б-р-х-бет-рэш-хаф» – «благословлять». «Барух» – это благословенный, это причастие. Ну, должен отметить, наверное, должен отметить, что причастие вот по такой форме, да, образуется, как правило, от беньяна «па-аль». Например, как мне сказать, он написал «гу-катав». То, что он написал, теперь написано «катув». Да, он сказал «гу-амар», сказано, сказано «амур». Да, отсюда, как вы знаете, «амур», «тужур-бонжур». Вот, а корень, который мы сейчас с вами разбираем, он реализуется в беньяне «пи-эль». То есть, как сказать, он благословил «у-би-р-эх». Би-р-эх. Ну, я не вижу реакции, значит, очевидно, вам понятно, и что такое беньян, и что такое глагол, и что такое причастие. На всякий случай я скажу просто вот про беньян. Значит, все глаголы в иврите относятся к тому или иному беньяну, то есть корень. Корень – это, как правило, три согласные буквы, три буквы, иногда бывает чуть меньше, иногда чуть больше. Так, значит, как правило, любой корень реализуется в нескольких беньянах, иногда в одном, но чаще в нескольких. Так вот, этот корень «бет-рэш-хаф», он относится к беньяну «пи-эль». Поэтому мы говорим «би-рэх». Беньян – это группа глаголов со сходной грамматикой. Ну, какие, например, мы знаем глаголы? Вот, это у беньяна «пи-эль». Все, которые в словарной форме дают звучание «и-э». Что такое словарная форма? Он сделал, например, «гу-хибес» – он постирал. «гу-ли-мэд» – он обучал. «гу-хибес» – ну что, к примеру? «Ги-рэд» – он чесал. Так вот, мы говорим «гу-бирэх», поэтому, потому что это беньян «пи-эль». Вот, в беньяне «пи-эль» такой формы, как барух, в общем-то нет. Это бывает нечасто. Итак, «благословен». Следующее слово «ата». «Ата» – это «ты», «благословен ты». Дальше мы видим имя Всевышнего. Давайте я увеличу вот так вот экран. Значит, здесь это имя написано так, как оно пишется в свитках Торы. В свитках обычно оно пишется сокращенно. Например, двумя буквами «юд». Либо пишется этими же буквами. А какие здесь буквы? Мы видим букву «юд», букву «эй», букву «вам» и еще раз букву «эй». Вот такое написание называется «театрограмматон», то есть имя Всевышнего из четырех букв. Так оно пишется в свитках Торы, но никогда оно так не читается. Как мы читаем это имя в благословениях или, скажем, при изучении Торы, мы читаем «адонай». Иногда в некоторых седурах имя пишется, как я сказал, буквами «юд». Иногда пишутся вот эти вот четыре буквы без всяких огласовок. Иногда пишутся огласовки, что называется, совершенно левые. Например, «четыре шурука» или «четыре атака». Это в основном в седурах восточных евреев. Вот это пришло из Кабалы. Почему это так, я объяснять не буду, потому что сам не знаю. Вот иногда имя действительно пишется вот так. Давайте посмотрим. Мы не будем читать это имя по двум причинам. Во-первых, потому что его так читать нельзя. А во-вторых, потому что оно так не читается, никогда не читается. Но кроме букв «юд», «гэй», «вав» и еще раз «гэй», мы видим огласовки. Какие? «Шва», «холамхасер», то есть вот эту вот точечку наверху, и «камац», «камац» под буквой «вав». Это не что иное, как огласовки имени, которые мы читаем в молитве. Как мы называем Всевышнего? Если мы напишем имя, как мы его читаем, то есть «алев», «далет», «нун», «юд», огласовки будут «а», «о» и «а». Как мы читаем имя? «А», дальше «до», дальше «на», и дальше буква «юд» без огласовки. Так вот, это и есть те самые огласовки. С маленьким изменением. С маленьким изменением. В слове, в имени Всевышнего, который мы читаем в благословениях, первая буква «алев». «Алев» – это буква гортанная. Она не примет вот такой огласовки «шва», как у нас стоит под буквой «юд». Вместо этого появится какой-нибудь «хатав» ультракраткий гласный. В случае «алев» это скорее будет «хатав-патах». То есть «патах» – это горизонтальная черточка, и справа от нее две точки, как огласовка «шва». Две вертикальные точки. Но по грамматике должна быть огласовка просто «шва». Поэтому мы просто берем имя Всевышнего, как оно пишется, именно пишется, а не произносится, в Торе, тетраграмматон, и ставим туда огласовки имени Всевышнего, как мы его читаем. И получается вместе вот такое слово, которое не прочитывается, а вместо него мы произносим то, что произносим. Итак, благословенный Всевышний. Дальше идет слово «элло-гейну». Ну, давайте пару слов об этом имени. Значит, первые две буквы, «алев» и «ламед» – это уже имя Всевышнего. «Эль» – это не просто имя, а имя, входящее как часть во все те оформные имена, например, Михаэль, Гавриэль, Рафаэль. Те имена, которые в русском кончаются на «ил», в по-явлите, кончаются на «эль», и это не что иное, как имя Всевышнего. Что такое «ми-ха-эль» – это «кто?» как «бог». Что такое «гавриэль» – это «сила моя?» – «бог». «Рафаэль» – «моё извлечение?» – «бог». И так далее, да? Далее, первые три буквы, «алев», «ламед» и «гей» – это тоже обозначение Всевышнего, это означение «бога». «Эллоаха» или «эллоаха». Слово «эллохим», которое мы иногда произносим, иногда оно пишется так, в Танахе, в частности, в Тхилим, вот, иногда даже в Торе, да, Берешит, Бара, «эллохим» – это первое имя, которое мы встречаем в Торе, в книге Берешит, да? Это не что иное, как вот имя Всевышнего, которое я вот сейчас высветил вам, «алев», «ламед», «гей» с суффиксом «им» – множественного числа, да? И здесь в слове «эллохейну» мы видим вот эту вот буква «юд», которая не произносится или почти не произносится, да? Она нам тоже дает множественное число, так? То есть слово «бог» как будто стоит во множественном числе. Обратите внимание, что здесь местоимение «ты», «ата», стоит в единственном числе. И слово «барух», «благословен», тоже стоит в единственном числе, да? Точно так же, как в первой фразе Торы, Берешит, Бара, «эллохим» – вначале «создал Бог», слово «создал», «благол» тоже стоит в единственном числе. А форма имени «эллохим» совпадает с формой множественного числа. Есть несколько объяснений этому. В частности, что все то, что другие народы считают действиями различных богов, для нас это один-единственный единый бог, да? Как бы это ни было. И слова «эллохим», и слова «эллохейну» стоят в форме множественного числа, но никогда не воспринимаются как нечто множественное. И, наконец, суффикс «ну», как в слове «анахну», «мы», означает «наш». Итак, «благословен ты», «бог всесильный наш», вот лучше перевод так давать, но я не всегда этому следую, иногда я говорю «Господь, Бог наш», потому что имя Всевышнего, обозначенное тетрограмматоном, имя Всевышнего из трех букв «алет, ламет, эй», они имеют разные значения, которые взаимно дополняют друг друга, но не об этом мы сегодня хотели поговорить, а о грамматике, о понимании текста, так? Итак, «благословен ты», «бог всесильный наш», дальше идет слово «мелех». «Мелех» – это царь, царь. «Мелех» – ага, «олам». Так, слово «олам» имеет корень «аин ламед мем», означает «мир». Но, должен вам сказать, если быть точным, то «олам» – это бесконечность во временном смысле, то есть это бесконечность. Тем не менее, иногда нами она воспринимается как бесконечность в пространстве. Иногда это вечность, иногда это пространственная бесконечность. Что такое «олам» – мир. Что такое «мелехаолам» – царь мира? Так? Итак, все благословения из рассматриваемых сегодня, так, сколько мы сегодня рассмотрим, я не знаю, сколько успеем, начинаются вот этой формулой. «Благословен ты, Бог, всесильный наш царь мира». Значит, может быть, вы обратили внимание, что когда я не произношу благословение именно как благословение, а просто читаю текст, я, чтобы лишний раз не вызывать к имени Всевышнего, читаю его немножечко не так. Как будто вот здесь вместо буквы «хэй» стоит буква «куф», «элокейну». И вместо вот этого имени, которое я сегодня озвучил, я читаю «ха-шэм». «Шэм» – это имя, «ха-шэм» – это определенное имя. Имеется в виду, конечно, имя Всевышнего. И смысл в том, что я имею в виду то имя Всевышнего, которое вы знаете, но которое здесь произносится только, когда я говорю благословение по делу. А не по делу, так я его и не читаю, а заменяю его словом «имя». Так, мы разобрали с вами вот это начало стандартное для всех благословений. Смотрим дальше. Ашер – «который». Ашер – это «который». Так, есть еврейское имя Ашер. Оно пишется теми же буквами, но огласовка в букве «алеф» – «камац». Поэтому по-ашкинастски у европейских евреев это имя читали как «ошер». Ашер – это «который». Дальше слово «натан». Слово «натан» означает «дал». Кстати говоря, есть еврейское имя тоже «натан». Так оно и пишется. Так? Значит, «натан»… Мы видим здесь три буквы. Это как раз и есть три буквы корня. «Нун», «тав» и «нун». Так? Значит, слово это стоит в форме «он сделал». «Он дал» у «натан». «Натан». Так? Мы слышим здесь «а», «а» – гласные. Это «камац» и это «патах». Так? Значит, в словарной форме это характерно для биньяна, который называется «пааль». «Пааль» мы слышим «а», «а» и «натан» мы слышим «а», «а». Так? Кто такое «пааль»? Это «простой биньян», означает «простое действие». Значит, «который дал», дальше «ла» – «сехви». «Ла» – это предлог, направление, к кому, для кого. А что такое «сехви»? Я был бы рад услышать ваше мнение, уважаемые мои ученики, студенты, слушатели и так далее. Если вы посмотрели в «Сидуре», в том или ином, так, а я «Сидуру» за своей жизнью посмотрел много, я знаю, разные переводы, да, может быть, вы мне дадите два варианта перевода, так? Это то, о чем мы говорили на прошлом занятии, да? Если готовиться к следующему занятию, можно найти множество интересных мест и задать преподавателям множество интересных вопросов. Итак, вот это слово «сехви», оно сейчас не используется, так? Я не нашел его в словарях электронных, но некоторые «сидуры» переводят его как «петух», другие «сидуры» переводят его как «человек» или «сердце человека», точнее, «сердце человека». В современном урите петух называется как «тарнеголь», «тарнеголь», да? Вот, слово «сехви», оно устаревшее, но сейчас вообще я не слышал, чтобы кем-то использовалось в устной речи, так? А почему переводы столь разные? Потому что напрямую говорится о петухе, но это аллегория «сердце человека». Итак, «давший петуху» или «сердцу» следующее слово «вина». Буква первая «бет», да? Если в ней стоит точка внутри «дагеш», это «б», «бина», да? Почему здесь она не стоит? Обычно, если буква «бет» стоит в начале слова, это именно «бет» с «дагешем», вот. Но здесь, очевидно, для того, чтобы подчеркнуть связь слов «натан» и «бина», да? Это слово как бы является продолжением предыдущего, одного из предыдущих. Теперь слово «бина» происходит от корня «боне», «бет», «нун», «эй». Что такое «боне»? Раньше слово «боне» означало еще и «строитель», сейчас больше говорят «бонай», но корень тот же. Какие однокоренные слова, какие слова от этого корня вы, может быть, слышали? Подсказка. Сегодня я некоторые из этих слов говорил. Так вот, это слово «биньян». «Биньян» мы называем «биньяном» группу глаголов, но по сути слово «биньян» означает «строение», «здание», «построение». Оно употребляется и в грамматике, и в строительном деле. Итак, «биньян» – «строение», так, и еще слово «бен». «Бен» – это «сын», да? В слове «бен» три буквы, а в корне должно быть… В слове «бен», извините, две буквы, а корень должен быть трехбуквенный, да? Третья буква «эй». Иногда с ней бывает, что она выпадает, так. А вот слово «бина» или как здесь «вина» – это что такое? В данном случае имеется в виду разум, точнее, понимание. Ну, если бы я был каббалистом, я бы немножко рассказал вам о том, что различаются три уровня интеллектуальные, три способности человека, которые, ну, сейчас принято их называть «хохма», «бина» и «даат». И чем они отличаются? Отличаются друг от друга. Но я не ставлю такой задачей. Я просто скажу, что «бина» – это понимание. Это возможность понять из уже изученного. Так? А в отличие, например, от «хохма», что означает эвристическое знание. Вот я знаю, что это так, а как я это, как я до этого дошел, я не понимаю. «Бина» – наоборот, знание логическое. То есть выводится из того, что уже известно, то, что еще неизвестно. То есть продолжение. Так, собственно, здание и строится. «Биньян» мы строим «боним» от низа до верху постепенно. Один ряд кирпичей, другой ряд кирпичей и так далее. Так вот. «Ашерна танла сехви» – «бина», который дал петуху или сердцу человека разум. Понимание, точнее. Дальше эти слова. «Ле-гав-хин». «Ле-гав-хин». Корень здесь «бет», «хет», «нун». Да? А в каком «биньяне» стоит этот глагол? Что мы должны сделать? Мы должны поставить вот это слово в форму словарную. То есть он сделал в прошедшее время единственное число, мужской род, третье лицо. Как сказать «он» это сделал? «Гив-хин». «Гив-хин» – это «биньян» «гив-иль». Так? Значит, значение корня, прежде всего, «бет», «хет», «нун» – «различать», «отличать», «разбирать», «понимать», что относится сюда, а что относится туда. Так? А «биньян», «каузативный биньян» «гив-иль» означает «быть причиной действия». Но в данном случае, может быть, это и не столь важно. Итак, «различать». Так? «Отличать». «Бейн» – слово «бейн» означает «между», «между тем и тем». Мы его видим и здесь. «У-вейн». «Вейн» – это как «бейн». Да? Теперь только вот точки внутри буквы «бет» нет. Теперь почему, что такое «у»? Это соединительный союз «и». Мы чаще встречаем его в форме «вэ», например, «моше», «вэ» – «агарон». Однако перед губными, то есть «бет», «мэм», «бэй» и сам «вам», да? Она принимает, еще перед шва, она принимает форму гласную «у». «У-вейн». Теперь, что такое «бейн» – «увейн». Давайте сначала посмотрим, что это. «Йом» – день. «Лайла» – ночь. «Бейн йом» – увейн «лайла». Получается «между днем и между ночью». Должен вам сказать, что есть возможность выразить это и другими путями. «Бейн йом» – вэйла. «Бейн йом» – лэйла. «Бейн йом» – лэйла. «Лайла». Но здесь принято вот так говорить, вот так мы и будем благословлять. Теперь, что такое «йом» – день. Множественное число «ямим». Созвучно слово «ям» – море, но не однокоренное. Слово «йом» – как вы видите, пишется через какую гласовку? Гласовка «холам». Буква «вав» с точкой наверху, да? «О». А слово «ям» пишется через «камац». Теперь, во множественном числе «ни» – «ямим» – пишется через «камац». А во множественном числе «маря» – «ямим» – пишется через «патах». Но произносим мы сейчас одинаково. Теперь, слово «лайла». Посмотрите, мы видим здесь окончание «камац» – «эй», которое во всех остальных случаях является признаком женского рода. Более того, чтобы от слова мужского рода образовать слово женского рода, мы, как правило, этот суффикс и добавляем. Хотя есть и другие. Например, «хатулькот» – «хатуля» – «кошка». Мы пишем слово «хатуль», а потом добавляем к последней букве «камац» и «эй». Так вот, слово «лайла» – единственное слово, которое окончается на «камац» и «эй», и это суффикс, но само слово относится к мужскому роду. Других слов таких я не знаю. Мы говорим «лайла» – «тов», а не «това». Вообще-то слово «лайла» является производным от общей формы «лейл», которая тоже встречается вот в «танахе», например, «йомам ва лейль» – «днями и ночами». Но сейчас в разговорный язык вошла именно форма «лайла» в значении «ночь», а не слово «лейль». Итак, мы получили благословенный Всевышний Бог наш Царь Вселенной, который дал петуху разум различать между днем и между ночью. Почему мы говорим иногда, что это петух, а иногда сердце человека, потому что петух что делает, когда наступает утро? Человек поет, да, кукарекает. А сердце человека способно почувствовать наступление дня, да? Вот, и человек сам пробуждается, даже без петуха и даже без будильника. Так, вот, почему это благословение мы читаем утром первым, потому что вот начинается новый день, спасибо Всевышнему. Правда, основное спасибо мы говорим ему в благословении, которое мы сейчас пропустили, это «Элукайна Шама», вот, за душу, которую он вернул нам. Вот, тем не менее, и здесь смысл в том, что Всевышний дал нам новый день и дал нам возможность увидеть, что этот день уже начался. Так, перевод этого благословения, надеюсь, ясен. Вот, почему слово «цехви», если оно означает петух, обозначает здесь сердце человека, я думаю, тоже понятно. Хорошо, вот это первое из 15 благословений. Следующее благословение. Знаем, что это такое. Так, «ше» – это «что», что невопросительное, да? Например, «дай мне книгу, что лежит на окне». Иногда проще это перевести словом «который». Дальше, слово «ло», которое пишется вот так, буква «ламет» и буква «алеф», и огласовка вот этого вот точечка наверху, «хулам хасар», да, означает «не». Значит, «ше» – «ло», которое пишется вот так, да, означает «что не». То есть, благословение сегодняшний, за то, что не. Дальше, «асани». «Асани» мы переводим двумя словами. «Сделал меня». Что такое «аса»? «Сделал». Корень состоит из трех букв. «Аин», «син» и «хей». «Хей» здесь «выпал», да? «Аса» – в прошедшем времени он сделал. Это биньян такой, это биньян «пааль». Так, «аса». В иврите, особенно в анахическом иврите, очень часто используются вот такие местоименные суффиксы, которые присоединяются к глаголу, да, и показывают, на кого это действие направлено. «Аса» – «ни». То есть, «сделал меня». «Оса» – как бы «аса» от «ти» – «сделал меня». И дальше слово «гой». Слово «гой» очень многим известно, в том числе и неевреям. Оно чаще всего используется в значении «нееврей». Иногда «иноверец», иногда «чужой». Но вообще изначально слово «гой» означает «народ», «народ». И иногда «еврейский народ» тоже называется словом «гой». Всевышний обещает Аврааму, что сделает его «гой», «годоль», «великим народом». Тем не менее, если мы хотим подчеркнуть, что имеется в виду не «еврейский народ», а все другие народы, мы называем их «гойей арацот», «народы земли», к примеру. Так, значит, благословен Всевышний за то, что не сделал меня неевреем. Я надеюсь, что мы с вами пройдем еще два благословения, и я объясню хоть немножко значение первого, точнее вот этого благословения, которое у нас в рассмотрении, второе. Так? А также третьего и четвертого. Их надо рассматривать совместно. Итак, благословен Всевышний, что не сотворил меня неевреем. Да? Иногда перевод дает, что не сотворил меня идолопоклонником, что не создал меня иноверцем, служителем звезд, язычником и так далее. Конечно, имеется в виду те народы, которые поклонялись идолам в первую очередь, да? Но мы увидим с вами, что здесь проводится демаркационная линия между евреями и неевреями. Почему? По какому признаку? Я надеюсь, мы с вами это разберем. Далее. Благословение номер три. Благословение номер три. Сегол осуществительное. Эвет – это раб. Почему же здесь мы читаем авед? Потому что ударение на конце фразы меняет вот такую огласовку сегол три точки на вот такую огласовку камац. Полуплюсик. Да? Шело осаны авед, что не сделал меня рабом. Так? И третье благословение. Мы разберем его вот досюда. Так? Это то, что говорит муж чина. Благословен ты всевышний. Бог всесильный наш, царь вселенный. Шело осаны иша. Слово иша означает женщина, что не создал меня женщиной. Дальше идет вариант альтернативный для мужчин, для женщин. Женщина тоже должна читать благословение. Не может же женщина благодарить Всевышнего, что он не создал ее женщиной. Она говорит другую форму. Сейчас мы ее разберем. Так? Но мне хотелось бы прежде всего обратить внимание на значение вот этих трех благословений, которые я выделил. Да? Именно вот в том порядке, в каком они идут. Так? Что не создал меня неевреем? Что не создал меня рабом? Что не создал меня женщиной? Ну, понятно, что не создал меня евреем. Каждый народ гордится именно собой. Каждый человек должен гордиться принадлежностью именно к тому народу, к которому он и принадлежит. Точно так же, как для каждого ребенка. Самые лучшие родители – это его родители. Но это не значит, что они же лучшие и для другого, для соседского ребенка. Да? В общем-то, понятно. Мы благодарим Всевышнего, что мы евреи. Дальше. Что не создал меня рабом? Это у нас в головах сидит еще со школьных времен. Мы не рабы, рабы не мы. Так? Это понятно. И мужчины, может быть, думают, что они понимают вот это благословение, что не создал меня женщиной. Ну, безобидно будет это объяснить точно так же, как еврей гордится тем, что он еврей, а калмык тем, что он калмык. Да? Мужчина гордится тем, что он мужчина. А женщина, очевидно, должна гордиться тем, что она женщина. Так? На самом деле, значение здесь совсем иное. Речь идет о том, сколько человеку дано возможностей исполнить волю Всевышнего для человека, который не является евреем, для нееврея, для Гоя. Таких возможностей всего-навсего семь. Семь. Семь заповедей сыновей Нуаха, да? Которые даны всему человечеству, с которыми любой, в принципе, нормальный здравомыслящий человек согласится, и которые, в общем-то, должны удержать человека, чтобы он не стал хуже. Например, может быть, при правильном отношении к ним они сделают человека лучше. Но главная задача – удержать человека, чтобы не стать хуже. Так? Итак, у Гоя семь заповедей. Дальше слово Эбед, да? Открою вам секрет. В Танахе и в Талмуде и в Торе слово Эбед используется в двух различных значениях. Первое значение – это Эбед Кнаани, то есть раб нееврейский, раб ханаанский буквально. Это человек, рожденный неевреем, который нанялся в услужение еврею и практически стал членом его семьи. Он отказался от идолопоклонства. Он, по большинству версий, прошел обрезание, но это не делает его евреем. Это такая промежуточная стадия, когда он уже не идолопоклонник, но еще не еврей. Он принял на себя часть заповедей. Сколько он принял, а сколько заповедей есть у еврея, наверняка вы назовете мне правильную цифру. Всего в Торе для еврея существует записано 613 заповедей. У Гоя, как мы сказали, их всего семь. У того человека, который рожден Гоем, но стал Эбед Кнаани, ханаанский раб, то есть он уже приближается к еврейскому народу, но еще не стал его частью, он принял на себя часть заповедей. Сколько их? Больше семи, но меньше 613. Шело Асами Иша. У женщины сколько заповедей? У, имеется в виду, конечно же, еврейская женщина, да. Значит, еврейская женщина должна исполнять заповеди те, которые не привязаны ко времени. Это не совсем точно. Например, слушать заповедь, слушать шофар в Роша Шана, или слушать могилу в праздник Эстер. Женщина тоже должна. Но, как правило, от заповедей, которые привязаны к определенному времени, да, и субботу она должна соблюдать. Вот. Ну, например, молитва. Молитва для женщины не обязательно. Так? Потому что такова функция женщины. Она не нуждается, например, в миньяне, да, чтобы молитва ее была услышана. Так вот, число заповедей у женщины больше, чем у раба, а у раба больше, чем у нееврея, так, а у мужчины, половозрелого, еврея, рожденного евреем, или принесшего геюр, да, этих заповедей еще больше. То есть, человек как бы поднимается по ступеням. Благословенный Всевышний, что у меня не семь, а больше заповедей, что создал меня неевреем, да, и у меня есть больше возможностей исполнить волю Всевышнего, чем у Гоя. У меня больше возможностей, чем у того человека, который нанялся к евреям и еще не стал полным евреем, то есть у Эверкрана, и даже больше заповедей, чем у женщины, да. Поэтому вот так вот постепенно человек поднимает, читая эти благословения, поднимается по уровню, да, по ступеням лестницы заповедей. Так, я упомянул вам одно значение слова Эверкрана, есть еще другое понимание слова Эверкрана, но здесь оно не подходит, это Эверкрана еврейский раб. Что такое еврейский раб? Это человек, рожденный евреем, свободным, то есть тот, кто должен выполнять волю только Всевышнего, но не его слуг, да, и этот человек попал в рабство. Каким образом еврей может стать рабом? Только в том случае, если он не может выплатить штраф, наложенный на него судом, допустим, за воровство, да, тогда суд продает его в рабство другому еврею. И это рабство дает рабу и некоторые ограничения, но и некоторые привилегии. Так, то есть Эверкрана еврейский раб, да, он имеет и обязанности, и права, но те заповеди, которые от рождения на нем лежали, остаются. То есть количество заповедей от того, что он продается в рабство, не снижается. И хозяин, приобретший его в рабы, должен это учитывать, то есть должен, например, обеспечить ему возможность помолиться, или соблюдать кашрут, или соблюдать субботу. Так, теперь, вот это благословение, благословение номер четыре, Шело Асаны Иша, да, это читают мужчины. Женщины, Нашим, да, говорят совсем другую формулу. Барух ата шем элукейном мэда хавлам, ше асани, кир цоно. Что такое ше асани? Что сделал меня? Вот здесь написано шело асани, а здесь ше асани. Кир цоно от слова рацон. Что такое рацон? От слова рацэ, желать. Рацон – желание. Кир цоно в соответствии с желанием его. И так получилось. Благословен Всевышний за то, что создал меня согласно своему желанию, то есть создал меня по воле своей. Это говорят женщины. Шутка израильского разлива. Есть община строго, я не буду ее называть, которая очень строго соблюдает все заповеди, но в особенности отличается она строгостью в отношениях мужчины и женщины. То есть мужчина не должен с другими мужчинами обсуждать свою жену. Только, может быть, с равным, если это необходимо. Говорить о ней, скажем, рассказывать о ее достоинствах или, наоборот, недостатках. Рассказывать, какой вкусный челнт она приготовила на эту субботу. Не принято, что мужчина с женщиной вместе идут по улице, вместе появляются в обществе. Если мужчина и женщина приглашены на свадьбу, мало того, что они находятся в разных залах, как принято у ортодоксов, но, более того, они идут по разным сторонам улицы. Ну, скажем так, это принято конкретно в этой общине, и никто не считает, даже члены этой общины не считают, что все остальные должны тоже так поступать. Так вот, про них рассказывают, что это, конечно, шутка, это не всерьез, на самом деле это не так, но рассказывают, как будто мужчины из этой общины, чтобы не упоминать даже слово «женщина», вместо вот этого благословения «шелло асаны иша», что не создал меня женщиной, как будто бы говорят «шелло асаны кирцоно», что не создал меня по желанию своему. Ну, еще раз говорю, это не более чем шутка. Так, еще я хотел пару слов сказать по поводу вот этих слов, по поводу слова «иша», да, слово «иша», производное от слова «иш», «иш» – это человек, мужчина, да, «иша» – это женщина. Вроде бы «иша» образуется от слова «иш» прибавлением суффикса «камаз-эй», да, о котором мы сегодня говорили. Но, 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 сейчас я покажу вам в чате, да, я напишу вам, так, заодно я проверю. Так, не написали ли мне что-нибудь интересного? Значит, слово «иш» пишется, так, нет, не пишется, вот так, теперь вот оно пишется, оно пишется вот так, а слово «иша» пишется вот так. Так, то есть мы видим, что в этих словах есть две общие буквы «алиф» и «шин», да, но в слове «иш» есть буква «юд», а в слове «иша» есть буква «ей». Так, если, значит, буква «юд» и «ей» в соединении дают еще одно из имен Всевышнего, мы с вами говорили об именах Всевышнего в начале урока, так вот «юд» и «ей», да, являются первыми двумя буквами тетраграмматона, четырехбуквенного имени, и это тоже не что иное, как имя Всевышнего. Так вот, если мужчина и женщина в свой союз привносят святость, то есть Всевышний присутствует в их союзе, да, то тогда получается гармония. Если же исключают они его из своих отношений, если не учитывают его повелений, да, то остается и от слова «иш» буквы «алиф» и «шин» и от слова «иша» буквы «алиф» и «шин», а эти две буквы означают, составляя слово «эш» – огонь, огонь, который сжигает все на своем пути. Так? Никакой гармонии тут уже быть не может. Вот такой маленький фокус считайте, я вам показал. Так, давайте я поставлю в чат… Так-так-так-так-так-так… Поставлю в чат несколько слов, выписанных из словаря, которые мы сегодня разбирали. Эти слова мы сегодня разбирали. Вот они, пожалуйста. Так. Мы разобрали, что четыре благословения. Мы можем двигаться дальше. Так. Благословение пятое. Слово «покеях» – корень здесь «пей», «куф», «хэт». означает этот корень «раскрывать глаза», то есть делать зрячим. Не просто раскрывать, а раскрывать – это немножко другой корень, да, а именно раскрыть глаза, то есть дать увидеть. Так, ставлю вам это слово. Теперь форма, в которой это слово стоит, да. Мы видим, что первая буква, первая буква «пей» имеет огласовку «о холам», так, вторая буква «куф» имеет огласовку «эй цейре», да. Третья буква, благодаря тому, из-за того, что она гортанная, имеет огласовку «патах-ганув», а если бы это была буква «не гортанная», то вот этого «а» не было бы, да. Вот, и, значит, остались бы только две огласовки, да. Значит, это не что иное, как огласовки настоящего времени, беньяна «па-аль». Например, «котав» написал, а «котев» пишет «сейчас», да. Слово «покеях» – это настоящее время, открывает глаза, да. Мы его переводим «причастием», то есть что делающий, какой? «Открывающий глаза», да. Дальше идет слово «еврим», которое означает «слепые», да. Вот иногда, значит, чтобы подчеркнуть, что это не глаголом надо переводить, а существительным, например, «боне» – это может быть и «строит», а может быть и «строитель», да. Иногда перед таким словом ставится артикль «га-покеях», «га-боне», «га-меламед», например, это другой беньяна, да. Так вот, «покеях» – это имеется в виду тот, кто открывает, открывающий глаза. Это «еврим» – слово «ивер», которое пишется «айн», «вав-рейш», это означает «слепой». Вот «иврим» – это «слепые», а если бы вместо «вав» стояла буква «вет», и слово звучало бы точно так же «еврим», но это слово означало бы «кто?» – «еврей». От слова «овер», от корня «айн», «в», «бет», «рэйш», да, «авар» – это значит, что значит слово «авар» – «прошел», «перешел». Так называется «еврейский народ». Отсюда, кстати, слово «еврей». «Покеях» и «еврим» – «открывающий глаза слепым». В 1989, кажется, году, может быть, даже в 1988 году я присутствовал на открытии Общества еврейской культуры в городе Пермь. Так вот, это Общество еврейской культуры было зарегистрировано при… А, ну, надо было найти какое-то помещение, где бы они собирались, и вот это помещение нашли в Обществе культуры слепых. И вот я тогда, помнится, сколомбоил, да, Общество культуры еврима, да, если прочитать это через «вав», получается, слепые, а если через «бет», то евреи, да, тут было и то, и другое. «Бейн» и «врим», «левейн» и «врим» – «между евреями и слепыми». Ну, ладно, дай Бог нам всем видеть то, что Всевышний хочет нам показать. Так, «покеях» и «врим» – «дающий зрение слепым». Так, ну, давайте так, у нас еще пара минут есть, может быть, есть какие-то вопросы. Вопросов пока не вижу. Ну, и давайте я вам скажу относительно следующего благословения, да. «Малбиш арумим», «малбиш» – корень здесь «ламет бет шин», «ловеш» – это значит носить одежду, быть одетым во что-то, да. «Левуш» – это одежда, так. Слово «арум» означает, означает голый, обнаженный. Кроме того, это же слово означает хитрый. Интересно, что слово «пикеях», однокоренное вот с этим, да, означает что? Означает тоже хитрый, да. Как назван змей в рассказе в книге «Брэшит»? Он назван словом «арум», что значит хитрый, да. Вот, а мог бы быть назван и «пикеях», что означает тоже хитрый. Кстати, об слове «пикеях» я вам не сказал. Тот из вас, кто водит машину в Израиле, да, знает слово «мэфакеях». Это инспектор муниципалитета, который наблюдает за тем, что машины парковались правильно. Если он замечает, что машина припаркована неправильно, он шлепает «дох», «дин вэхэшбон», то есть счет за неправильную парковку, да, в этом заключается его обязанность как «мэфакеяха». Так, слова, которые мы сейчас разбирали, давайте я вам сейчас поставлю на чат. Так, вот это, пожалуй, я вам поставлю. Так, ставлю. Вот пришел некий вопрос. Как понимать слово «слепым»? Буквально или речь идет о видеть что-то особенное? Нет, 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 в прямом смысле. Ну, конечно, имеется в виду и переносный смысл, да. Но здесь много можно говорить о прямом и переносном значении вообще всего текста, который здесь есть. Но давайте не выходить за рамки прямого значения. Если Тора говорит «и навяжи их, привяжи их знаком на руку твою, и будут они знамения между глазами твоими», мы это понимаем как заповедь Филин, к примеру, да, дающий зрение слепым, мне попадалось объяснение, что имеется в виду благодарность Всевышнего за нашу способность именно видеть, да. Утром мы просыпаемся, да, и за то, что к нам возвращается способность видеть, мы благословляем Всевышнего. В первую очередь это так. Теперь видеть что-то особенное, конечно, Тора нам дает такую возможность, да. Но, опять же, не всем, и опять же, в разной степени. За это, конечно, тоже стоит благодарить Всевышнего, так, но то, что есть у всех, да, это способность видеть. Кстати, два логических вопроса. Человек, который не рожден евреем, а принял гею, должен ли он читать благословение Шилло Асани Гой, что не сделал меня горем, я здесь Всевышний произвел его в этот свет именно в качестве гоя. Я не знаю ответа, я слышал разные мнения по этому поводу. Так, обращайтесь к вашему рабу. Так, и, да, да, да. И второй вопрос. Человек, который слеп, который не видит, должен ли он читать благословение в фокеях и в Рим? Ответ. Должен, поскольку он пользуется зрением других, например, своего поводыря. Да? За то, что Всевышний вообще дал способность человеку видеть, да, каждый благодарит его по утрам. Итак, мы разобрали с вами чего? По-моему, аж целых шесть благословений. Это довольно много. Я надеюсь, что польза какая-то была. Да, на здоровье. Божьей помощью закончился пост 17-й тамуза, через три недели пост 9-я ава. Он тоже выпадает на воскресенье. Я думаю, 9-го ава, точнее, вечер 9-го ава. Мы не будем заниматься с вами, потому что после поста нужно отдохнуть и восстановить свои силы, в частности, поесть. А на следующей неделе, я надеюсь, у нас все будет нормально, и мы с вами снова встретимся и продолжим рассмотрение благословений. Всего наилучшего. Натан, ты здесь? Да, я здесь. Окей. Если нет больше вопросов, то мы заканчиваем. Счастливо, спасибо и до свидания.